Вот, сейчас, у меня тут хорошая фраза выписана. Люди привыкли объяснять результаты своих действий, исходя из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей. Все, вот Фридрик Энгельс, он все сказал. Люди привыкли объяснять результаты своих действий, исходя из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей. О, это вот тогда, когда мы говорили о Вигьяна Майкоше, о некоторой надсознательной области, которая формирует у нас, надсознательная такая сфера нашей деятельности, которая формирует область опыта, в которой мы действуем, в которой потом уже наш чувственный ум находит определенные объекты, связывается с ними, берет содержание, переживания и так далее, формируются. А, я просто к тому, что как бы нами управляют потребности, а не наши мысли. А мысли, они являются уже следствием наших потребностей. То есть эти потребности, вот эта мотивация, она продавливает ментальное тело, она давит на ментальное тело, и в ментальном теле уже дальше возникают мысли. Вот, и потом мы уже этими, а уже мысли – это некоторые объекты, которыми мы можем оперировать, это и есть процесс мышления. А просто к чему? К тому, что для реализации нет никакого другого способа, кроме как стремления. Все. Любую традицию вы возьмете, для того, чтобы была реализация, надо просто ее захотеть. Но захотеть – это желание, оно должно быть вот в той, в надсознательной сфере. В этом парадокс. Как можно захотеть то, что я не осознаю? Вот. И для этого у нас есть осознанность. Осознанность. Осознанность заключается относительно того, что вот это желание, этой реализации, оно встроено в нас. Его надо просто выявить, выявить. Его нужно просто актуализировать. Оно находится в пассиве. Оно просто скрыто, такой, как вот знаете, как алмаз, покрытый грязью. Часто очень сравнивают такой пример. Алмаз есть, но он весь в глине какой-нибудь. И надо просто эту глину очистить. Вот. Также это есть. Это вот то, что называют наши коллеги вайшнавы анардханеврити. А у нас это называется шактепат. То есть, когда мы очищаем свои желания. То есть, мы проводим работу вот в этой вот сфере надсознательной, чтобы обнаружить вот это встроенное в нас желание совершенства. Желание совершенства. То есть, аж совершенство подразумевает бессмертие. То есть, и неподверженность обстоятельствам. Следуя его природе сватантри, самому определять обстоятельства своей жизни. Самому определять обстоятельства своей жизни. Только тот, кто уже еще раз повторил, только не воспринимайте это как эгоистическое желание. Потому что, когда у нас появляются реальные рычаги формирования обстоятельств своей жизни, этот «я» уже перестает быть эго. То есть, когда у нас появляется доступ в эту видьяно-майю-кошу, вот в эту надсознательную сферу, эго уже остается внизу, под нами. Оно остается уже как функционал. Как руки, ноги, печень, селезенка и так далее. Точно так же и эго. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что мы сами формируем некоторые события в своей жизни, эти события, они уже связаны с всеобщей гармонизацией пространства. Всеобщей гармонизацией пространства и привнесением в это пространство некоего блага. Вот. А не привнесение в него вражды, смуты, ссоры и так далее. Ни в коем разе. Эго является вот тем самым замком на двери, который отделяет нашу сознательную сферу от надсознательной сферы. И поэтому мы смотрим в эту надсознательную сферу, как я уже рассказывал, через очень такой глазок, через глазок, который видно очень немного. Это и есть Вигьяна Майя Коша. Она вот на уровне Корана Дехи определяет этот коридор. Ну, отвлекшись. Я сказал о том, что вот только желание. А желания, они все в надсознательной сфере. И поэтому осознанность, она является крайне важным критерием. Это так называемый генератор реализации. Осознанность, стремление, осознанность. Осознанность, стремление, осознанность. То есть осознанность чего? Вот этих трансцендентных желаний, которые во мне есть. Это если человек уже достаточно продвинут. А если человек недостаточно продвинут, то осознанность того, как он преодолевает ограничения, которые кажутся ему системными и незыблемыми. У каждого человека есть некая действительность, в которой он пребывает, в которой есть ложные границы, но которые он воспринимает как некоторые незыблемые. Потому что есть действительно ограничения незыблемые. Это называется реальность. Это касается дхармы. То есть это те элементы реальности, которые, собственно говоря, непреодолимы. Потому что они являются базовыми кирпичиками, они являются обязательным условием существования этого мира. В том числе, например, пять элементов. Каждый из этих элементов является дхармой. Но кроме того, могут быть другие дхармы. Например, синий цвет является дхармой. Сладкий вкус является дхармой. Сахар уже является действительностью. Он в себе содержит этот сладкий вкус. Хорошо. И поэтому для большинства людей осознание преодоления вот этих кажущихся незыблемыми ограничений является очень важным. То есть, например, человек считал, что он по жизни такой урод, трус или неудачник, скажем так. И вдруг он, попрактиковав некий метод, обнаруживает, что то ограничение, которое он считал незыблемым, вдруг раз и куда-то рухнуло. И на самом деле никакой он не трус или никакой он не забияка, а очень хороший, добрый человек. Ну, точнее, у него, правильно сказать, некоторый проблеск этой доброты возникает. И вот этот проблеск, как некоторое разрешение вот этих кажущихся незыблемыми ограничений, если мы их осознаем, если мы их осознаем, это и является поводом для стремления. Это усиливает стремление, и тогда, собственно, в конце концов, мы потихоньку, потихоньку, шаг за шагом, мы начинаем приближаться, уже мы начинаем очищать свое сердце. И когда появляется это стремление, действительно, стремление преобразовать себя. Вот очень важно. То есть стремление не видоизменить этот мир и изменить условия в этом мире, а стремление преобразовать самого себя, изменить самого себя на глубинном уровне. То есть перестать быть сансарным существом, то есть только сансарным существом, а еще и открыть в себе эту грань. Вот. То тогда эта реализация наступает. Это один формат работы, он самый тяжелый, потому что тут нет методов. Тут любые методы, кроме осознания, являются так называемыми уловками. Уловками. Любой метод, любая практика – это просто уловка. Вот. Для того, чтобы мы могли включить это стремление. Стремление. Когда сердце очищается, тогда вот уже наступает фаза твердости, она называется ништха, вот как ваишнавы говорят, фаза твердости. А когда есть уже твердость, вот тогда уже дальше появляется фаза руччи, то есть вкуса трансцендентного, он уже начинает, мы получаем уже действительно по-настоящему устойчивый духовный опыт, и потом у нас возникает привязанность. Вот. То есть такая вот штуковина. Ну вот. Поэтому очищение сердца, оно, так сказать, вот приводит к этой реализации, приводит к реализации, к появлению этого духовного вкуса. А до этого мы стараемся только навострять свое сознание. А второй фронт, но очень важный, чтобы поддержать, это вот работа с пятью элементами, если речь идет, так сказать, о физическом теле. Ну, не только, если речь идет о самом грубом уровне. Работа с чакрами, работа с умом, его аспектами, гранями и так далее. Вот. Ну и вот, возвращаясь к пяти элементам, мы, собственно говоря, вот сейчас работаем с этим элементом огня. Значит, еще раз повторю очень важный концепт, что касается пяти элементов, это базовые кирпичики. И поэтому наша конституция на самом глубинном уровне вообще глобально. Она состоит из пяти элементов. Поэтому Йоги Баджин говорил, что баланс татв является абсолютно необходимым для того, чтобы наш ум был стабильным. Вот. Ум очень тонкая субстанция, очень тонкая субстанция. Она быстро выходит, это субстанция из равновесия, образуются эти в ритте. И к тому же ум, он очень широкий. Он очень широкий и очень быстрый. То есть ум может считывать мысли со всей Вселенной, от других людей, с других пространств. И он быстрее скорости света. И поэтому, конечно, естественно, его важно, его очень трудно контролировать. Но парадокс заключается в том, что этот ум, он находится на фундаменте нашего тела. Вот. И поэтому, если фундамент тела неплохой, неустойчивый, то тогда ум вообще невозможно контролировать. Фактически вообще невозможно контролировать. Поэтому Йоги Баджин говорит о том, что для того, чтобы контролировать свой ум, для того, чтобы медитация была успешной, нужно привести татву в баланс. Вот. И то есть нужно привести свою низшую природу. А это фактически, в общем-то, образ жизни. Это то, о чем говорит Айурведа везде, сплошь. Вот. Что приведя в порядок свое тело, образ жизни, поведение и так далее, то мы как-то вот имеем возможность теперь работать с умом. Это же есть принципы ямы и не ямы. Фактически. Фактически. В йогическом таком срезе. Ну вот. И поэтому, когда мы работаем с пятью элементами, то, конечно, естественно, мы хотим, чтобы у нас сохранялся баланс татв. Баланс татв. Но, помимо этого, еще и очень важный аспект, заключающийся в том, что каждый из этих элементов – это некоторый квант, который содержит в себе силу, энергию. То есть в нем сосредоточена энергия, которая потом и дальше распаковывается в том или ином процессе. Земля распаковывается в одном процессе, в создании некоторой устойчивости, баланса, равновесия, стабильности. Вода там распаковывается в процессе соединения, получения вкуса и так далее. То есть у каждого элемента есть своя какая-то форма активности. Ну вот. И поэтому, если мы хотим добиться каких-то значимых результатов, а не просто, так сказать, поддерживать некоторую стабильность своей природы, то тогда нужно еще и уметь усиливать элементы в зависимости от целевой задачи, которая перед нами стоит, от фазы решения той или иной целевой задачи. Задачи могут быть как эгоистического толка, как сансарного толка, так и духовного толка. Неважно. Какой бы ни был бы процесс, он проходит всегда некоторые стандартные фазы, по которым мы сейчас и двигаемся. Ну и вот поэтому такая вот штука. И поэтому тогда нужно уметь усиливать элементы. То есть, например, если вы почувствовали, что вы входите в состояние стагнации, то тогда нужно усиливать элемент огня. То есть, если ничего не меняется, ничего не меняется, нету никакого вдохновения, энтузиазма, вот, тогда нужно усиливать элемент огня. А если наоборот, противоположная ситуация, вы не чувствуете, вы не чувствуете ничего, то есть вы не ощущаете ничего, нету вкуса, нету вкуса ни к чему. Чтобы получить вкус, вам обязательно нужно либо надраться, либо, я не знаю, обдышаться бхастрикой, либо прыгнуть с тарзанки, не знаю, с какого-нибудь моста, так чтобы уж адреналин пробрал, так пробрал. Вот, если ничего не прошибает, то тогда это означает то, что не хватает элемента воды, то есть не хватает вот этого вот компонента, тогда мы используем, усиливаем элемент воды, чтобы повысить свою чувствительность. Вот, если нам не хватает, например, свободного места, то есть нам не хватает пространства, где мы могли бы сделать некий выбор, то есть, грубо говоря, зависнуть, если нам не хватает, нету возможности зависнуть, чтобы принять некое решение, сориентироваться, вот, то тогда мы усиливаем элементы эфира. Вот, то есть, ситуации, опять-таки, связаны с решениями тех или иных целевых задач, они требуют усиления, в зависимости от того, на какой фазе мы находимся, они требуют усиления того или иного элемента. Вот, ну и, в общем, хорошо. И если вы владеете практикой йоги, то тогда это можно сделать, ну, почему же нельзя это сделать? Ну, конечно, можно, а иначе бы тогда все было бы бессмысленно. Вот, есть очень много практик, которые усиливают элемент земли, элемент воды, элемент огня и так далее, как медитативные, так и физические, так и дыхательные и так далее. То есть, понятно, что инструментарии йоги богаты. Вот, и, в конце концов, решение духовных задач. А решение духовных задач – это когда я, опять-таки, во-первых, ставлю духовные цели перед собой, вот, или решаю их духовными методами. Вот, то есть, в частности, например, любая крия, любая крия – это всегда, это, опять-таки, всегда есть некоторые априорные установки. То есть, ну, как аксиома, аксиоматика. То есть, есть аксиома, она не нуждается в доказательствах. Опять-таки, нужны некоторые незыблемые вещи. Потому что, если мы начнем ковыряться в фундаменте, подвергать сомнению некоторые процессы, то тогда мы просто будем как говно в проруби. Туда-сюда, 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 у нас не будет точки опоры. Вот, и тогда мы не сможем оттолкнуться от процесса. Мы не сможем оттолкнуться от чего-то, чтобы войти в процесс. Нас будет все время мотать. Поэтому, еще раз повторяю, вот, опять-таки, вот эта тема, так называемых пяти-тадхат, вот, когда те или иные внутренние враги, они становятся нашими друзьями. В том числе, вот, например, есть враг такой, который называется тупость. Тупость. Он же и является, например, очень хорошим другом, как некоторое сохранение незыблемых границ. Для того, чтобы мы могли в этих границах действовать. Потому что, иначе, если мы увлечемся и потеряем ощущение границ, это может закончиться печально. Ну, вы увлеклись, перешли улицу на красный сигнал светофора, вас сбила машина. Все. Ну, вот такая вот штука. И поэтому, как бы, в любом случае, в сансарном бытие, мы, конечно, естественно, фактор энтальпии, он очень важен. Это я просто к чему? Это я к тому, что, значит, это аксиоматика процесса. То есть, есть аксиома, которая гласит о том, что крия-кундалини-йоги усиливает трансцендентные самскары. То есть, вот эти духовные переживания, она усиливает. Она, любая крия-кундалини-йоги, данная мастером, она усиливает трансцендентные самскары. Она их, как бы, активирует, трансцендентные самскары. Это аксиоматика. Заметим мы их или не заметим ввиду разных обстоятельств. Невнимательности или отторжения изначального предустановок. Мы говорили о том, что Ильяна Майя Коша, она проявляет в том числе и ввиду предустановок. У нас сразу возникает предустановка. Это все говно собачье. Такого не может быть никогда. Вот, и все. Мы заблокируем, когда мы их сколько ни смотрим, мы ничего не различим, конечно, естественно. Вот, поэтому такая вот штука. И вот в этом смысл, как сказать, духовности использования пяти элементов. То есть, когда мы используем для усиления элемента огня не сидение возле газовой горелки и созерцание просто огня. Это хорошо, это хороший метод, но он может не сработать духовно. Вот, если вы просто созерцаете огонь или сели к батарее, обняли ее и на 62 минуты сидите, обняв батарею. Вот, это, конечно, усиливает огонь, но это, конечно, естественно, не духовная практика. Есть, конечно, только вы не будете там повторять какую-нибудь особую мантру, связанную с огнем и так далее. Вот, ну и хорошо. Поэтому такая вот штука. И поэтому, когда мы делаем крию, которая вот связана с элементом огня, то тогда она выполняет и духовную задачу. Тогда мы используем силу этого элемента для того, чтобы помочь нам в некоем духовном процессе. Опять-таки, актуализировав ту или иную фазу на духовном пути. То есть, если нам не хватает трансформации, не хватает нам силы изменения, вот, то тогда, если ничего не меняется, все стоит на месте, все как и всегда, то, значит, не хватает элемента огня. Вот. Ну и так далее. Вот такая вот штука. Хорошо. И, значит, сейчас у нас вот элемент огня, еще раз, это такое летнее время, мы разные аспекты элемента огня открываем. У нас сейчас второе занятие, второе занятие, связанное с этим элементом. Значит, элемент огня, еще раз, его главная задача, это, конечно, естественно, трансформация. То есть, это, вне всякого сомнения, опять-таки, это некое такое единое его определение. То есть, элемент огня, он отвечает за процессы видоизменения, за процессы трансформации. Вот. И, естественно, что, так сказать, за этим процессом трансформации, то есть, цель этой трансформации, это некоторый, так сказать, процесс целенаправленного действия. То есть, когда я хочу достичь некой цели и с чем-то таким соединиться, с чем-то таким соединиться, что меня очень-очень сильно привлекает, и по пути достижения этой цели я себя меняю, то есть, я как бы изменяюсь. Вот. И это, так сказать, вот эта сущность этого элемента огня, то есть, такое вот целенаправленное действие, достижение некоторых задач, достижение некоторых целей, вот, по пути которого я трансформируюсь. Это естественным образом возникает после того, как отработал элемент эфира. Значит, на таком, почему вот существует определенная последовательность, сейчас я опять вернусь к этой самой звезде обычной. Вот. То есть, предыдущий элемент, вот элемент огня, он юг, вот, он летнее время года, он же парад цветения. Ну, это мы говорили, потому что цветы, это очень красиво, красота нас всегда привлекает, или мы сами красивые. И вот, привлекшись этим, я вхожу в некий процесс. То есть, я вхожу в процесс вот этого достижения. Вот. Это достижение, это не то, чтобы я открыл рот, и оно само ко мне попало. Вот. То есть, мне нужно, так сказать, пройти некий путь, мне нужно, опять-таки говорю, измениться, чтобы обладать этой целью. Ну, как Иван-Царевич в 39-м царстве, в 30-м государстве, зачем-то он там двигается. Вот. Это, значит, вот такой вот элемент огня, поэтому он начинается в тот момент, когда начинает все цвести. И когда возникает процесс вот этого прелещения чем-то. То есть, я чем-то вдохновился, и к этому начинаю стремиться. Вот. И чтобы мне это достичь, мне нужно проделать некий путь, вот, касающийся, вот, и этот путь есть, как бы, соответственно, вот процесс преображения. На этом пути возможно преображение. Возможно преображение. Сейчас чуть похоже об этом. Я повторю точнее то, что говорил в прошлый раз. Вот. И он возникает из элемента дерева, хотя не обязательно. Элемент дерева, он же элемент Акаши, то есть, ему предшествовало образование свободного пространства. Я поэтому всегда привожу такой простой пример. Потому что можно двигаться из элемента пространства в четыре стороны. Можно двигаться в элемент огня, можно двигаться в элемент земли, можно двигаться в элемент воздуха, можно двигаться обратно в элемент воды. Возможно, четыре варианта движения из этого пустого пространства. Просто обычный простой пример. Вам выдало государство дачный участок 6 соток. Я просто припоминаю, это славное время, когда вы давали 6 соток. Вот вам выдали 6 соток, все. Вам выдали свободное пространство. Вы приехали, сели на пенек, вот у вас свободное место. Заполняйте его чем хотите. И вот это вот как раз дилемма, чем мне его заполнять. Она и связана с четырьмя различными формами движения. Какие возможны варианты? Какие возможны варианты заполнения этого пространства? Ну, вообще-то просто, грубо говоря, сидеть просто в пустоте, это довольно-таки бессмысленно. Это довольно-таки бессмысленно. Вот поэтому, возможно, в связи с этим, что это состояние, так сказать, оно не может долго продолжаться, всегда будет какое-то видоизменение. Потому что весь материальный мир, он постоянно меняется. И вот эти изменения, они связаны как раз с вот этой системой пяти элементов. Три гуны. Потом эти три гуны образуют пять элементов. Вот эти пять элементов, они вот таким образом видоизменяются. Значит, ну вот вы сидите на пеньке на шести сотках, кто-то на двадцати сотках. Какой самый… Вот почему эта связь называется порождающая? Это самый продуктивный способ движения. То есть, когда вы сами, когда вы сами нашли в себе мотивацию, когда вы мотивацию внутри себя создали, что я буду делать на этом участке? Засажу ли я всю картошкой? Или я ее, не знаю, построю здесь сарай какой-нибудь? Или я здесь построю, разобью, гамак поставлю, там, я не знаю, еще что-то, баню построю. Или и то, и другое, и третье. То есть, в любом случае, вы сами, вы сами создали некую мотивацию, вы создали некую мотивацию к тому, чтобы чем-то это пространство занять. Это вот и есть переход между элементом эфира и элементом огня. То есть, вы внутри себя увидели некую цель, вы ее сформировали внутри себя, эту цель. Она как бы перед нами, перед вами возникла. Вот, вы себя замотивировали, вы себя замотивировали, попали в этот мотивационный луч, так называемый, вот, элемент огня, он как раз и связан с синхронизацией, с мотивационным лучом. И дальше потом начали это все делать. Вот. Значит, это вот такой вариант, он, естественно, самый, так сказать, самый зрелый, самый гуманный. Вот. Потому что, возможно, следующие варианты. Вы сидите, можно двигаться в элемент Земли. Что означает в элемент Земли вы двигаетесь? Вот эти все прямые линии, это линии, так называемые, линии управления, линии управления и линии контроля, линии контроля и уравновешивания или принудительного воздействия. Вот. Это когда вы сидите и думаете, блин, а что так мало, 6 соток? Что-то маловато. То есть, мне маловато этого пространства, потому что Земля ограничивает пространство. Она вычитает пространство. И тогда вы ползете, отнимаете еще 10 квадратных метров от соседа. Или, например, вы разбиваете несущую стену в своем здании, в своей квартире. То есть, вы нарушаете некоторый порядок вещей для того, чтобы просто расширить это пространство. То есть, вы недовольны тем пространством, что у вас есть. Это не очень хороший способ, но это очень болезненный способ. Но, видите, он проходит по стрелке, по этой стрелке, не по красной стрелке, а по черной стрелке. Это означает то, что на самом деле это хорошо. Потому что любые ограничения, то есть любое ограниченное пространство – это противоестественное для нас состояние. Потому что, еще раз повторюсь, что Акаша является слепком или презентует нам Атмана. А Атман, он бесконечный по своей природе. Поэтому, на самом деле, желание преодолеть все ограничения и расширить свои границы до Бог знает каких пределов – это естественно, но очень болезненно. Но очень болезненно. Потому что вы сразу становитесь на путь борьбы с ограничениями, на путь быстрого расширения своего пространства. Что бывает иногда, когда люди что-нибудь употребляют, например, для того, чтобы расширить свое пространство. Особенно, если земли очень много, и она подавляет вот этот элемент пространства. То есть, грубо говоря, она его так вычитает, что человек чувствует себя здесь, как в коммунальной квартире. Когда он что-нибудь съедает и расширяет свои границы. Другой вопрос, что потом, как они сузятся, до какого размера, и насколько будет человеку хорошо уже после того, как они заузятся, это уже другой вопрос. Это вариант, когда вы приняли решение, что вам шести соток мало, вы решили их расширить до 12 за счет соседа. Вариант, когда элемент эфира переходит в элемент воздуха. Здесь вот черная стрелка из воздуха в элементы эфира, это вот контролирующая связь, это означает принудительное ориентирование. То есть, воздух, он же называется еще гуру, а гуру означает тяжелый, это учитель. Это называется принудительное ориентирование. То есть, пришел дядя какой-нибудь и сказал, все, будешь здесь делать на этих шести сотках вот то-то, то-то и то-то, и это будет тебе хорошо. Он может говорить это, как-то сказать, жестко или просто тебя убедить разумом. Скорее всего, воздух он тебя будет вызывать к некоему разуму. Ну, посмотри, чего здесь тебе на этих шести сотках сделать, какой тебе здесь хостел построить и так далее, какую гостиницу или какой особняк, что ты здесь построишь, сарай и так далее. То есть, к тебе фото приходит и начинает капать на мозги через мозг, через разум, занимать твое пространство. То есть, к тебе возникает такая наводка. И вы тогда делаете то, что вам сказали делать. Что вам сказали делать. И это понятно, потому что ветер, он вас несет. То есть, у вас вас начинает нести. Когда эфир переходит в воздух, это означает то, что вы полностью потеряли ощущение пространства, потому что вас захватил некоторый поток движения. И последнее, самый худший вариант, ну, это двигаться обратно в элемент воды. То есть, когда вы сели, вы сидите, вы сидите на этом участке, и вы, собственно говоря, ничего вам в голову не приходит. И в конце концов, вы воспроизводите ту старую модель, которая была раньше. То есть, вы делаете то, а, сделаем, как вот было по прошлому. Вот как в прошлом было, так это и воспроизведем сейчас по старым образцам. То есть, вы, грубо говоря, сидите-сидите в пустом пространстве, вдруг вам что-то захотелось, ну, грубо говоря, вам наскучило одним словом. Наскучило. И вы решили сделать то, что вы, как обычно, всегда делаете. Ну, там, либо включить телевизор, либо перекусить, либо попить чаю и так далее. То есть, вы обращаетесь к памяти, вот, и из памяти вытаскиваете некий такой вот, некоторый образец для действия, мотив для действия. И, собственно говоря, этим занимаетесь. То есть, вы фактически воспроизводите прошлое. Самый продуктивный – это создавать будущее. То есть, создавать некоторый новый проект. Новый проект. То есть, что-то здесь новое построить. Вот и для этого-то и нужен элемент огня. То есть, элемент огня, он, собственно говоря, и дает возможность произвести вот этот переход из пустого пространства. То есть, грубо говоря, использовать свободу для того, чтобы реализовать некоторую волю. Вот, и в целом, вот этот переход, он и называется свободная воля. Свободная воля. То есть, когда этот элемент, когда эта пустота, это место, которое вам дано, вы используете для того, чтобы проявить эту волю. Проявить эту волю и достичь чего-то. Вот, и поэтому элемент огня… Все, так сказать, убираю эту схему. Вот, и поэтому этот элемент огня является крайне важным для нас, потому что именно как раз элемент огня дает возможность нам трансформировать себя, трансформировать свою природу, в том числе, конечно, естественно, улучшать. А можно и ухудшать, потому что у огня есть две ипостаси. То есть, ипостась трансформации и ипостась разрушения. То есть, огонь может трансформировать, и огонь, соответственно, может разрушать. Если огонь используется в Тамагуни, то тогда это разрушающий огонь. Если огонь используется в Раджагуни, то тогда, соответственно, это преобразует нас, трансформирует нас. Вопрос есть просто в том, что в каком ключе он преобразуется. Если в Раджагуни, то тогда эту трансформацию мы делаем для себя, за счет материального мира. А если мы делаем это в Сатавагуни, то тогда мы эту трансформацию производим для того, чтобы устранить разницу между собой и другими людьми. То есть эта трансформация заключается в том, что я стараюсь минимизировать эту разницу между собой и другими. И в конечном итоге Сатавагуна потом приводит, уже создает благоприятные условия для того, чтобы сделать трансцендентный переход и, собственно говоря, совершить трансформацию высшего порядка. То есть когда я трансформирую себя до вот этого состояния дживатома, то есть до переживания себя как трансцендентную сущность. Ну вот, вот таким образом. Вот поэтому огонь, так сказать, он является чисто человеческим элементом. То есть сразу скажу, что в человеческом существе любого человека элементы огня являются доминирующим. Вот элемент огня, он связан с таким качеством, как страсть. Страсть – это вот как раз вот та самая фокусировка на какой-то определенной задаче и цели. Поэтому огонь, он связан с функцией санджни. Санджни – это вот как раз процесс, когда мы выбираем тот или иной объект для того, чтобы его, так сказать, вычленить. Вот именно он нас привлекает. И я к нему стремлюсь. Это сравнивается с петухом, потому что петух, он как раз умеет замечать одно зернышко среди множества других каких-то всяких разных предметов. То есть он умеет найти зернышко среди множества камушков. Вот у него очень зоркое зрение, очень такое селективное зрение. Также элемент огня, он позволяет нам очень точно сфокусироваться на цели и отключиться от других задач, отключиться от других целей. То есть опять-таки, как я еще раз повторю, что в общем-то задача элемента огня – это попасть вот в этот мотивационный луч, в мотивационную сферу. Попасть в мотивационный луч, в мотивационную струю. И дальше уже не выходить из нее, из этой мотивационной струи. И тогда я буду все время в таком состоянии страстного вдохновения и буду сфокусирован на этой цели и задаче. И дальше уже потом, и таким образом я буду, так сказать, двигаясь к этой цели, совершать изменения. Вот. Ну, в той или иной степени опять. Вот. Значит, и вот поэтому такой вот петух, он символизирует элемент огня. И, значит, как я уже говорил о том, что, значит, эта трансформация, эта трансформация элемента огня, она может происходить, ну, во-первых, прежде всего, конечно, естественно, в процессе вот этой трансформации необходимо что? Необходимо два условия. Необходимо два условия. Во-первых, видеть цель, а во-вторых, иметь силу для того, чтобы пройти к этой цели. Пройти к этой цели. То есть в этом специфика элемента огня, она заключается в том, что цель, она сама по себе к тебе не придет. То есть ты должен что-то делать, ты должен к ней приближаться, ты должен преодолевать различного рода препятствия и особенно какую-то конкуренцию. Потому что элемент огня в нашем мире, в нашем мире элемент огня находит такие цели, на которые есть несколько желающих. Вот. И поэтому нужно продемонстрировать свои лучшие качества для того, чтобы победить конкурентов. И поэтому элемент огня, у него есть вот эти вот две, две такие вот, две функции. Вот. Это огонь. Собственно, это свет огня. И он часто называется вот таким словом, как теджес. Теджес – это буквально сияние. Сияние, свечение. Вот. Это то, что является светом огня и сравнивается с солнцем. Вот. И тепло огня. Это вот как раз то, что называется, собственно, непосредственно огни. Огни – огонь. Вот. То есть тот, который согревает. И это дает мне энергию для того, чтобы я мог достичь этой цели. Вот. Таким образом, у огня у него есть, помните, вот мы говорили, сразу два таких, так сказать, две таких ипостаси. Это солнце и вот тот самый огонь в печи. Огонь в печи – это вот как раз тот самый огни, вот, который позволяет мне переваривать пищу, вот, дает мне тепло, силу, энергию телу через это. А вот. И у них поэтому разные места пребывания и разные функции. Функции разные у них и разные места пребывания. Свет огня, который отвечает за ориентацию, за создание мотивации, за создание мотивации в этом пустом пространстве. То есть куда я двинусь? Туда, туда, туда или туда. Вот. Соответственно, вот этот вот огонь, он расположен в сердце. В сердце. Это есть тот самый вот эджис. Или еще в китайской традиции, в китайской традиции есть такое понятие, как духшень. Вот духшень – это как раз тот самый управитель, который направляет энергию ци, вот это движение. Ци – это аналог праны. И квинтэссенции дзин. Это есть корень. Квинтэссенция дзин – это есть оджис. Вот есть в Китае три сокровища – духшень, энергия ци и квинтэссенция дзин. Энергия дзин. Вот. Они как управитель, движение и корень. Ну, точно так же и в аюрведе есть понятие оджис, тэджис и прана. Вот эти три категории. Прана – это ци, оджис – это, соответственно, квинтэссенция дзин. Она связана с элементом воды. И, соответственно, тэджис, он связан с духом шень. Вот он освещает, делает ум очень ясным, сосредоточенным, ясным, сосредоточенным. Включается разум, как вот этот способ ориентации в пустом, свободном пространстве. Вот. То есть, что, какая цель наиболее достойна. Вот. И это включает психоэмоциональную сферу, состояние радости. Радости, что цель выбрана правильно, она выбрана достойно и так далее. Вот. И это все отвечает дух шень. И он обитает в сердце и еще обитает в области головы. Потому что разные функции, радость и такая поддержка, удовлетворенность, она в сердце. Вот. А, соответственно, вот этот вот разум, как способность различать и концентрироваться на цели, это связано с этим верхним дяньтяном, то есть областью лба. И поэтому говорят, что когда дух шень сильный, вот тогда глаза у человека очень яркие, прямо блестят. А если духа шень не хватает, то взгляд мутный такой. И человеку очень трудно сориентироваться. Поэтому, когда дух шень слабый, говорят, что человек живет как в сумерках. То есть он не различает целей, которые достойны того, чтобы их достигать и получать, соответственно, высшую форму счастья, удовлетворенности. Вот. А но когда дух шень сильный, то как будто вдруг становится ясно, как белый день. Вот. Уж неправильно. Не знаю, божий день или белый день. Но сразу все становится очень понятным. Вот. И вот этот вот тэджинс, он обитает, значит, соответственно, просто световой огонь в сердце, а агния, он обитает в области тонкого кишечника. То есть в области, где происходит вот процесс расщепления пищевого субстрата, формирование вот этого нижней самой дяньтянь, вот ниже пупка. Он же связан с нашей энергией, вот, которая расщепляет пищу и, соответственно, дает нам тепло, сжигает, дает нам энергию, тепло наполняет теплом тело, вот, устраняет, сжигает аму и так далее, способствует нашей концентрации, собранности такой. Вот. А этот тэджинс, он как более тонкая световая форма огня, она позволяет различать нам, усиливая разум, дает нам возможность как бы переваривать информацию. То есть свет огня переваривает информацию, а этот огонь, он переваривает материальную составляющую. И вот когда эти две функции огня в норме, то тогда человек с большой вероятностью достигнет цели. Если человек, если один из огней в ослабленном положении, то тогда уже труднее. То есть если не хватает света, огня, то тогда человеку трудно сориентироваться, трудно себя замотивировать, при этом у него может быть очень много энергии. Вот. А иногда бывает наоборот. Света много, энергии не хватает. То есть когда у человека очень ясная мотивация, то есть он мотивирован, но у него нет энергии преодолевать трудности, бороться и так далее, сопротивляться каким-то трудностям и так далее. То есть вот такого рода вещи. И в конечном итоге и тот, и другой огонь, они выражаются через питто-дошу, это отдельное занятие будет. Питто-дошу – это уже некоторая лакмусовая бумажка, которая показывает, в каком состоянии у меня находится элемент огня. Посредством соединения с водой они дают такую комбинацию, огонь с водой, который является такой триггером. И если с огнем что-то не в порядке, то тогда либо с теджесом, либо с огни, то тогда питто-доша сразу тут же усиливается и возникает ряд дисбалансов, ряд дисфункций. Но это уже отдельное занятие. То есть питто-дош уже показывает состояние моего теджеса огни, то есть вот этого огня. Хорошо. Ну вот, вот такая вот штука. И это как бы разные огни. То есть это разный свет и тепло огня – это разные функции. И поэтому они обе нужны, и нужно, чтобы они действовали согласованно. И поэтому у нас разные занятия, связанные с вот этими элементами, с разными функциями вот этого огня. То есть солнце и тепло в печи, тепло в печи, плавильня – это, конечно, разные состояния. И еще я напомню, конечно, очень важно, что, так сказать, когда мы говорим о трансформации, когда мы говорим о трансформации, то всегда надо помнить о том, что трансформация – трансформация и рознь. Потому что многие сразу говорят, ну как, ну двигаться к цели, что обязательно должен прям весь измениться. Ну как максимально – да. Но всегда нужно помнить о том, что эта трансформация, она включает в себя ряд процессов. Вот я еще раз перечислю на прошлом занятии, я вам говорил, что самая простая форма трансформации – это пробуждение. Просто вы утром встали и перешли, утром проснулись и перешли из сонного состояния, состояния забытия в состояние бодрости. Это уже трансформация. Это уже трансформация, переход в бодрствующее состояние сознания. Такого огня у нас сколько угодно. У каждого человека, каждый человек в то или иное время просыпается. Но на самом деле, будучи базовой функцией трансформации, пробуждения, она же является очень основной. То есть, если мы, например, хотим, чтобы у нас огонь функционировал хорошо и цели были ясные, самый первый прием – это вставать до восхода Солнца. То есть, если мы пропускаем восход Солнца, то рассчитывать на то, чтобы у нас будут ясные цели и полагания, приходится с большой натяжкой. Или эти, опять-таки, цели будут подставными целями. То есть, как подставные утки, они будут фиктивными. Фиктивная цель. То есть, цель, которая не привносит удовлетворение. А удовлетворение и радость являются критериями того, что огонь работает хорошо. Это состояние радости, веселья, удовлетворенности. Такая внутренняя удовлетворенность. Это на самом деле критерия. Потом дальше просто следующая трансформация. Это переход в состояние бодрого вдохновения. Бодрое вдохновение. То есть, вдруг у меня накатывает какой-то энтузиазм. Вдруг я прямо приободряюсь, вскакиваю с кровати или со стула. Начинаю что-то делать и так далее. Это тоже уже трансформация. Это уже трансформация из какого-то состояния апатичного, ленивого состояния. А это критерии того, что не хватает духа шеи, не хватает элемента огня. Это что, когда у меня лень, депрессия, апатия. Особенно лень. Поэтому для борьбы с ленью предлагается несколько методов. Например, в частности, метод лениться, пока не закончатся деньги. Но тогда включится элемент воздуха, тогда начнется принудительное ориентирование. Или элемент земли так заузится, что вам придется так или иначе шевелиться. Ну, хорошо. Либо надо вспоминать, что же меня в прошлом прямо поднимало со стула. И что меня вдохновляло. И уже взять себе это на заметку. Потом дальше, следующая, третья трансформация. Это каталис. Это каталис в смысле как ускорение, как ускорение процесса. То есть, когда посредством элемента огня, посредством элемента огня, я начинаю делать все гораздо быстрее, гораздо эффективнее. То есть, как говорят, дело пошло. Или, как говорят, дело начало спориться. О, заладилось. Вот, наконец-то все пошло, сдвинулось с мертвой точки. Это есть каталис. То есть, до этого все стояло, ничего не двигалось. Вдруг все начало, так сказать, пошло, 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 пошло. Это есть каталис. Или вдруг начало двигаться быстрее. Ну, слава тебе, Господи. Вот, потом дальше следующее. Это, собственно говоря, интуиция и творчество. Интуиция и творчество – это уже еще, так сказать, сильнее. Вот, то есть, когда у меня появляются какие-то новые идеи, новые замыслы. Или появляется некоторое предчувствие чего-то. Вот, то есть, когда появляется, как сказать, вот что-то новое появляется, но еще в моем уме. Но оно появляется в моем уме, как некоторый замысел. Вот, или появляется, опять-таки, повторяю, некоторое предчувствие, что что-то такое вот будет. Вот, интуиция и творчество. И последнее, наконец, в конце концов, трансформация в чистом виде – это творение нового. Это творение нового. То есть, когда я вот взял и что-то такое вот прямо вот таки сделал, вот, стал обладателем, что-то сделал. Ну, в смысле, так сказать, я не знаю, там, воин что-то победил или спортсмен. Вот, художник нарисовал таки картину и тому подобное. Ученый разрешил сложную задачку, доказал теорему, вот, и так далее. Вот, то есть, трансформация, то есть, это уже творение нового. Йог, в конце концов, отождествился с атманом. Отождествился с атманом и стало все. Вот это трансформация. Поэтому, когда мы говорим о трансформации, то это может быть любой из этих процессов. От пробуждения до действительно творения нового. Вот, и все это, за все это отвечает элемент огня вот своими этими двумя функциями. Цель и энергия. Цель и энергия. Цель и энергия. И, значит, сегодня мы работаем со световой формой огня, то есть, которая связана с вот этой как раз мотивационным лучом. То есть, поддержание в себе вот этой мотивации. То есть, от света огня зависит то, насколько я действительно сконцентрирован на правильные задачи, сконцентрирован на правильные цели. И как это связано с солнцем, солнечной энергии, то фактически это дублирование, фактически это дублирование тех процессов, которые мы делали, когда была сурья упая. Сурья упая, то есть, нормализация солнечной энергии. То есть, фактически тема, так сказать, связанная с целеполаганием, это как правильно мне утвердиться вот в истинной цели, в истинной задаче. То есть, та, которая действительно принесет мне полное удовлетворение. Вот. И, значит, и тут есть несколько таких как бы универсальных критериев. Несколько универсальных критериев. Во-первых, прежде всего, значит, просто несколько универсальных сначала критериев. Во-первых, прежде всего задачи, цели. И, кстати, я на прошлом занятии вам перечислял как раз, может быть, я еще сейчас быстро вам перечислю, что важно для того, чтобы осуществлялся процесс трансформации. Потому что это тоже очень важно. Для того, чтобы процесс трансформации шел, во-первых, нужно всего два условия. Первое условие – это как раз связанное со светом огня, и это реализуется через авторитет. То есть, грубо говоря, самый надежный способ, самый надежный способ, моя цель должна быть персонифицирована. Потому что абстрактные цели, они в основном привносятся элементам воздуха, как некоторые концепции. Они еще слабые. Почему вот в этой схеме элемент огня контролирует элемент воздуха? Для того, чтобы цель была персонифицированная. Потому что если цель будет абстрактная, из головы, из ума, или кто-то мне, предположим, что-то там рассказал, то это может быть слабо. То есть, цель, она должна меня задевать. И тогда это хорошо. Вот это очень важная такая штука. То есть, цель должна быть персонифицирована. И поэтому очень важен авторитет. То есть, я должен видеть какой-то реальный авторитет. То есть, видеть человека, который достиг. Или это, даже если это писание, то оно должно быть абсолютно авторитетным по тем или иным причинам. Какого-то особого доверия и так далее. Это очень важно. Это касается света огня. То есть, вот этот свет огня, который дает мне мотивационную мотивацию и цель, она, собственно говоря, реализуется через тот или иной авторитет. Будь то авторитет слова, шабда промана, будь то, так сказать, авторитет садху, то есть того или иного человека, который уже это реализовал в своей жизни. То есть, он реализовал эти ценности. И второе, это вот касается, вот как раз это следующее занятие, касающееся энергии, это готовность меняться. Это готовность меняться, готовность вступить в эти изменения. И я перечислял пять основных составляющих готовности изменяться. Это, во-первых, разум. Пять условий, чтобы готовность меняться могла реализоваться. Это использование своего разума. То есть, я должен контролировать свой ум. Я должен уметь контролировать свой ум, применять свой разум. Ну, естественно, в свободном пространстве я должен уметь правильно делать выборы и правильно вычислять, что полезно, что не полезно и так далее. Вот. И контролировать свой ум, чтобы он не отвлекался. Потому что если ум будет отвлекаться на разные задачи и цели, то тогда я никогда не пройду к ней, не пройду к этой цели. Вот. Я буду слишком рассеянный. Вот. Второе. Это заключается ответственность за этот процесс, за процесс изменения. То есть, я должен, так сказать, взять процесс в свои собственные руки. И очень важным элементом, который помогает мне достигать цели, заключается в том, что я, когда хочу что-то изменить, я хочу это не только для себя. То есть, обычно, как правило, человек, когда ставит задачу целеполагания, он обычно это имеет в виду самого себя. То есть, как это для меня будет. Вот. И поэтому очень важно, когда мы что-то достигаем, смотреть, как это повлияет на окружающий мир. И это всегда брать в расчет. Потому что иначе мир может создать сильное давление, встречную реакцию. Вот. И тогда наш процесс может остановиться. Вот. Потом дальше. Третье. Это касается того, что целей могут быть очень много. Вот. И потому что мы действительно, как бы, у меня много разных ценностей может быть. Вот. У нас как раз во вторник мы об этом говорили. Много ценностей может быть. И поэтому и целей может быть много. И поэтому очень важно всегда, чтобы была приоритетная цель, главная цель. Чтобы она всегда выделялась среди второстепенных целей. Потому что таких целей, конечно, естественно, не есть. Я живу в материальном мире, и мне требуется и работа, мне требуется семья, мне требуется отдых, мне требуется еще что-то, хобби и так далее. Но при всем, при том, чтобы не потерять вот такого вектора, мне нужна главная задача, главная цель. Ее всегда нужно держать и лучше с нее начинать. То есть, лучше ее сразу поставить. Вот. Потом дальше следующее. Четвертое очень важное условие трансформации. Трансформации. Условия трансформации в контексте вот готовности изменяться. Это умение задавать вопросы и уметь получать ответы. Задавать вопросы и получать ответы. То есть, умение задать вопросы – это очень много. И умение услышать ответ. Вот. Потому что каждый обычно слышит то, что он хочет услышать. Вот. Для того, чтобы поддержать свою картину мира. Но здесь я должен услышать что-то такое, какой-то ответ, который меня вдохновит, который меня воодушевит. Вот. Который поддержит мою мотивацию. И так далее. Вот. И последнее заключается в том, что я действую не один, не один. И что есть очень много помощников. И главное из помощников – это сам Бог. Вот. И поэтому не обязательно, когда я достигаю цели, мне полагаться только на самого себя. То есть, я всегда должен принимать в расчет, что есть вообще-то, в принципе, множество разных всяких вспомогательных элементов. Не только другие люди, но есть полугоги. И, в конце концов, есть сам Господь. Вот. Вот. Когда эти пять элементов в готовности изменяться, они есть, то тогда этот процесс может быть доведен до успеха. Вот. И, значит, что я хотел сказать по поводу сначала некоторых универсальных таких вещей, касающихся, значит, сейчас у нас свет огня. Еще раз повторяю, главная цель занятия – это как войти в мотивационный луч. В мотивационный луч. То есть, вот вы сидите в пустоте, и вы не знаете, куда вам двигаться. И вдруг вот так раз, опа-на, и вдруг показался изнутри, именно изнутри, не снаружи, а изнутри, показался этот мотивационный луч. Опа-на, и вы вовлеклись в этот луч, все, и вы вошли в него, и у вас появилась такая ясная, четкая цель. Вот. Она вас сразу подняла, пробудила, вдохновила. Вы начали ускоряться, начали что-то делать. И в связи с этим даже не так сильно устаете, как если бы что-то такое делали, связанное с бутафорскими ценностями. Вот. Ну, и умение распознать этот луч, не обязательно он изнутри, он может прийти извне, потому что и изнутри луч может быть неправильный в элемент воды, например. То есть, связанный с какими-то чувственными, с попыткой воспроизвести прошлый опыт. Ну, попытка воспроизвести прошлый опыт – это элемент воды. Это не связано с элементом огня. Вот. Элемент огня дает мне двигаться вперед, а не воспроизводить прошлый опыт. В этом его особенность. В этом его особенность элемента огня, что он дает создавать что-то новое, новое, новое. Пусть даже на уровне сансарного бытия, пусть даже на уровне, так сказать, простой, так сказать, какого-нибудь дачного участка, что-то новое построите. Но все равно это новое, это не воспроизведение старого. В нем, конечно, естественно, все пять элементов присутствуют. И поэтому, конечно, естественно, элемент воды, он, конечно, естественно, здесь есть, и вы видите, что вода контролирует элемент огня. Зачем? Для того, чтобы в этой цели всегда присутствовал вкус, всегда присутствовала раса, всегда присутствовало удовольствие. Иначе какой смысл в цели? То есть цель должна мне доставить удовольствие, но через фазу последовательных превращений. Сначала совместное бытие с этой целью, потом после длительного совместного бытия выкристаллизовывается экзистенциальная составляющая этой цели, то есть та, которая не меняется с течением времени. И вот тогда-то получается истинный вкус. Но в любом случае вкус контролирует элемент огня, чтобы цель была такая, чтобы она мне доставляла, чтобы она давала мне вкус. Именно вот доставляла мне удовольствие. Тогда я получу удовлетворенность от этой цели. Удовлетворенность – это симптом огня, радость и удовлетворенность. А удовольствие – это вода. А удовольствие – это вода. И удовлетворенность имеет в виду более глубокое такое состояние. Ну ладно, хорошо. Итак, что касается задачи попасть в мотивационный луч, каким-то образом включиться в этот процесс. И после того, как цель есть, сразу начинается планирование. Сначала в голове планирование, потом планирование, реальное планирование, потом уже сам процесс движения. И потом уже только обладание этой целью. Вот. Значит, и поэтому несколько сначала универсальных вещей. Во-первых, прежде всего, я уже говорил о том, что целей может быть много. И в частности, какие бы ни были цели, они различаются на четыре составляющих. То есть, есть цели, которые касаются физического плана. Это физические потребности, это эмоциональные потребности. Это второе. Это второй вид цели. Он в основном связан с коммуникациями. С коммуникацией, общением. Я получаю то или иное удовольствие. Вот. Удовлетворенность, когда правильное общение выработалось, когда я установил правильную коммуникацию. Вот. Потом дальше. Это, соответственно, интеллектуальные цели, интеллектуальные потребности у меня есть. И там у меня могут быть цели. Интеллектуальные потребности, они касаются не только получения информации. Опять-таки, то, что включить телевизор и получить информацию – это элемент воды. А вот включить информацию и услышать, что, ребята, а вот бывает вот так-то, так-то и так-то. Для этого нужно сделать то-то, то-то и то-то. И вот если вас это зажгло, вас это зажгло, вот какая-то информация, касающаяся возможности изменения себя, изменения положения дел, то тогда это уже элемент огня. Вот. И у нас есть информация, у нас есть вот эта интеллектуальная потребность что-то шевелить мозгами, чтобы достигать каких-то изменений в окружающем пространстве. Вот. И это третий вид потребности. И есть духовные потребности. Это когда я уже хочу поменять самого себя. Хочу поменять самого себя. Не пространство вокруг себя, а самого себя. Вот. Вот это важно понимать, что эти цели, они бывают четырех на четырех уровнях потребностей. И здесь очень важный принцип. С чего начать? И принцип такой, что начинать надо с духовных потребностей. С духовных потребностей. То есть, если вы поставите это во главу угла, то есть цель, главная цель будет связана с духовными потребностями, то все остальные, они так или иначе. Быстро или медленно. Криво или косо, но они разрешатся. Они разрешатся и все как-то приладится. Но если ставить цели отдельно физические, отдельно эмоциональные или интеллектуальные, то все пойдет наперекосяк. Вот. Все будет плохо склеиваться и будет очень сильный конфликт интереса. Вот. Это первое. Просто, так сказать, это каждая из этих тем, это такая отдельная такая тема. Вот. Потом дальше следующая установка универсальная. И это я уже говорил по поводу того, что все то, что действительно мне нужно, оно не трудно, а то, что трудно, мне не нужно. Поэтому истинная цель, истинная мотивация, она на самом деле, так сказать, должна как-то идти, ну, как бы она должна идти не очень сложно. Она не должна идти с каким-то сверх напряжением. Вот. То есть, конечно, естественно, что-то какое-то напряжение будет, но не так, чтобы прямо аж сверх-сверх-сверх. Вот. То есть, истинные цели, они меня действительно поднимают, вдохновляют, бодрят. Вот. И я, как бы, не устаю их реализовывать и так далее. То есть, ну, не так вот. То есть, мне прямо сразу хочется это делать. Вот. И очень важный критерий потом, в конце концов, истинная цель – это то, что я не могу не делать. Вот это самый такой важный критерий. Вот. То есть, грубо говоря, хороший музыкант – это не тот музыкант, который умеет хорошо играть на музыкальном инструменте или у которого хороший слух. Нет. Хороший музыкант – это тот музыкант, который не может не играть. То есть хороший музыкант – это тот, который просыпается и берет в руки скрипку или сразу садится за рояль и засыпает за рояль. То есть он не может не играть. Точно так же, как человек не может не дышать, точно так же вот наш этот талант, который является выражением этой цели, а он есть у каждого человека. Просто сейчас таланты, они, так сказать, более размыты, потому что культура другая. Культура смешанных браков подразумевает и не совсем правильного воспитания, а точнее, скажем так, совсем неправильного воспитания. Она заключается в том, что таланты, они немножко размыты, но они всегда есть. И вот как раз тот талант проявляется в том, что это то, что я не могу не делать. И уже вот эти универсальные вещи, они являются некоторыми наводками такими на то, значит, то есть это потребности, которые я, так сказать, и они, конечно, естественно, они реализуются в основном в служении. То есть эта потребность реализуется в служении. Вот. И я не могу это делать. И она меня, вот она, значит, она меня зажигает. Вот. У нее есть, у этой цели есть свой собственный свет. Вот. Этот свет, он меня ведет, он меня как бы тянет, он как маяк срабатывает, и он меня все время проводит. Вот. И человек чувствует, что это на самом деле оно, оно, вот оно, оно. И, конечно, естественно, что это работа. Это работа потому как, собственно говоря, найти эту цель. Вот. И существует, как бы сказать, такое понятие, как муладхарма. Она в манасамхите упоминается в одной из шлок. Вот. То есть откуда я могу, так сказать, узнать свою истинную цель. Значит, и в зависимости от, так сказать, от авторитетности, а не, правильно было сказать, в зависимости от масштаба. От масштаба, от масштабирования эти четыре источника. Это четыре источника нахождения правильной цели. Первый источник, он содержится в священных писаниях. Это там, где говорится прямо напрямую о моей истинной природе. Вот. И то, что является по-настоящему беспроигрышной целью. Вот. Но оно слишком большого масштаба. Это авторитеты священных писаний, которые говорят о том, что вы не тело, вы есть душа и так далее. Что вот это и есть действительно истинное я. Это есть истинная цель реализовать свою душу. Это все очень хорошо, но это все очень общо. И это очень важно как некоторый базис, как некоторый такой базовый фундамент. Потом дальше это комментарии на эти священные тексты. То есть, когда уже учителя рассказывают о том, каковы, когда через учителей, через те или иные пояснения, в зависимости от того, в каком времени мы находимся и пространстве, нам уже, так сказать, уточняют эту высшую природу, детализируют относительно наших условий. Вот. И тогда уже будет чуть более масштаб, более, так сказать, конкретный, касающийся места и времени, в котором я живу. Так уже объясняется, так, например, объясняется цель мужчины, цель женщины, цель, так сказать, той или иной конституции психической, цель физической конституции и так далее. В зависимости от условий. Потому что в Трета-югу это было одно, вот, в Два пара-югу другое, а в Кали-югу третье, а сейчас во времена наши это четвертое. И понятно, что мужчина, он тогда, у него были такие задачи, сейчас у него задачи немного видоизменились. Вот. Так, я уже так. А, хорошо, ну, еще. Вот, ладно. А, значит, вот такая. Это очень важная, это очень важная составляющая. Вот. Это чуть более мелкое масштабирование. Вот. Потом дальше, следующее, еще чуть более мелкий масштаб. Это поведение тех людей, которые для меня вот как раз являются авторитетом, эталоном, образцом, персонифицированным. То есть это персонифицированный мой идеал. Обычно, как правило, такими идеалами являются учителя. Как правило. Как правило. Если человек хочет развиваться, вот, то, как правило, он ориентируется на учителя. Учитель, там, я не знаю, по музыке, учитель по танцам, учитель, я не знаю, по босс-начальник, там, на фирме и так далее. И, в конце концов, духовный учитель. И я смотрю на него, и, как бы, так сказать, и я трансформируюсь. Я хочу быть как он. И у меня вот это вот, и у меня сразу все внутри начинает меняться. Ну, сами знаете, как в присутствии учителя себя ведет человек. Ну, сразу как-то мобилизуется, становится серьезным и так далее. Или в нем какие-то активизируются, наоборот, какие-то негативные стороны и так далее. То есть в любом случае сразу процесс, сразу процесс приходит в движение. Вот. И последнее, это уже совсем мелкое масштабирование, но оно точно, опять-таки, так как оно крайне, оно очень важное. Это чувство моей собственной удовлетворенности. То есть я действительно удовлетворен тем, что я делаю. И это невозможно, так сказать, каким-то образом фальсифицировать. Это где-то в глубине меня, в сердце. Вот. Таким образом, вот я могу приближаться к этой цели, то есть более правильно ее ставить. Потому что обычно, как правило, у меня сразу, у нас есть такая особенность, что век Кали-юги у нас очень сильный раджа-гуна, сильный раджа-гуна. И очень сильный элемент воздуха. Вот то, о чем я говорил в начале, что когда у нас элемент пространства, элемент пространства, вот, у нас начинается сразу принудительное ориентирование. То есть у нас сразу начинается элемент воздуха включаться, и нам сразу начинают говорить, кем я должен быть, кем я должен быть, не успев как следует понаблюдать, а что во мне вообще есть. То есть у меня сразу элементы эфира переводятся в элемент воздуха. То есть мне сразу начинают программировать. Меня сразу начинают программировать, ты должен быть таким, ты должен быть таким, ты должен быть таким, ты должен быть таким. Это не значит, что этого не надо делать. Это надо делать, но надо это делать после того, как обнаруживается некоторая потенция. Опять-таки мы уже проходили этот материал неоднократно. Вот такая тема, связанная с педагогикой, правильно. И у нас, так как у нас процессы все очень быстрые, все очень, так сказать, напряжены, вот поэтому все пытаются, так сказать, сразу принудительно быстрее ориентировать ребенка, кем он должен быть, не успев понаблюдать, а кем он на самом деле является, то есть какие у него есть задатки. Вот, и в связи с этим у меня сразу возникают проблемы в самоориентации, проблемы в постановке цели, потому что меня сразу программируют на то, что кем я должен быть, но не собой. Я должен быть таким, как папа, я должен быть таким, как мама, или вот таким вот, будь таким вот, как дядя, это сейчас очень хорошо, это очень правильно и так далее. Вот, и в результате я теряю самого себя и внутри образуется пустота, внутри образуется пустота, и эта пустота, она и создает все проблемы. Вот, потому что правильная поставленная цель, она должна сходить с полноты, то есть когда внутри меня есть вот эта правильная цель, у меня внутри есть вот этот источник бесконечной энергии, мотивации и силы. Вот и тогда у меня нету этой пустоты, тогда, когда нету пустоты, я могу делиться. А если у меня образуется пустота за счет того, что я, так сказать, не являюсь самим собой, вот, то тогда этот вакуум, эта пустота начинает заполняться другими людьми. Но когда пустота, она понятна, как она заполняется. Она заполняется очень просто. То есть я пытаюсь другим человеком заполнить эту пустоту. И тогда я его эксплуатирую и манипулирую. То есть сначала я страдаю от этой пустоты, потому что просто мне нечем заняться. Я не знаю, вот, что мне делать. Вот образовалась самоизоляция. Мне невозможно ходить туда, невозможно ходить туда, 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 куда я обычно привык. А чем заняться-то? Вот. И тут же сразу я вступаю в контакт с этой пустотой, потому что нету этого источника. И тогда я делаю шаг назад в элемент воды, то есть я начинаю расслабляться. То есть я делаю то, что мне приятно. Но это то, что приятно, оно текущее, оно сию секундное, оно мгновенное. Вот. А огонь, он меня ведет в будущее, он меня изменяет, он формирует мое будущее, он не воспроизводит прошлое. Вот. И поэтому очень важно это различие между двумя элементами – вода и огонь. Вот. И если пустота, то я сначала вступаю в конфликт с самим собой. То есть мне плохо, мне просто плохо, потому что я не знаю, чем мне заняться. И занимаюсь обычно, как правило, сначала всякой фигней. Вот. Потом мне эта фигня надоедает, я, естественно, включаю другого человека, потому что естественный процесс коммуникации. То есть я начинаю заполнять пустоту уже за счет коммуникации с другим человеком. Но это приводит, но это строится на принципах манипуляции и эксплуатации, поэтому так долго удержать отношения невозможно. Поэтому начинается третья фаза реализации этой внутренней пустоты. Это мне надо доказать. Мне надо доказать, что я действительно, так сказать, что у меня действительно вот есть что-то такое, чем я могу отличиться и так далее, что у меня есть какие-то особые качества и тому подобное. Я начинаю в себе что-то такое взращивать. Я начинаю встроить эту броню. Вот. Но эта броня, она хоть и производит впечатление какого-то внешнего блеска и некоторой такой твердости и неуязвимости, но на самом деле внутри это остается все равно пустота. То есть я остаюсь неудовлетворенным. Как в случае с императором, римским императором, который потом закончил тем, что он выращивал капусту. Ему хотелось, и у него было такое желание выращивать капусту. Он там где-то там на территории Югославии выращивал капусту. И у него капуста бы удавалась очень хорошо. Вырастали огромные кочаны и тому подобное. И когда за ним пришли, чтобы обратно его на трон призвать, он говорит, ну я так не смогу, как выращивать капусту. Если бы я смог так править, как выращиваю капусту. Посмотрите, какая у меня капуста. И многие люди делают то, что на самом деле не хотят делать. Точнее не то, что они не хотят делать, исходя из вот этой глубины. И потом уже человек иногда, когда у него особенно много силы, а вот на третьей фазе он начинает обзаводиться репутацией, деньгами, хозяйством, для того, чтобы показать, что он не просто так живет. Потому что, посмотрите, вот уже критерии успешности действия. У меня есть дом, у меня есть деньги. А внутри все равно хрень собачья. А внутри все равно он не удовлетворен, потому что, опять-таки, внутри это пустота. И бывают случаи, когда человек распространяет себя вообще на все мироздание, а внутри опять пустота. И он доказывает миру, что вот это вот правильно, это правильно, а вот так вот правильно. Даже иногда это бывают религиозные процессы какие-то. А внутри по-прежнему все та же самая пустота. Поэтому огонь очень важен для того, чтобы пусть найти, пусть простую какую-то деятельность, выращивание капусты, но свое, прямо в котором я бы получал бы кайф. И вот это главное, что дает элемент огня. То есть, когда мы прорабатываем вот этот свет огня, вот этот тэджис, это сияние огня, вот тогда этот дух шейн усиливаем, вот тогда мы утверждаемся вокруг какой-то, утверждаемся в истинной цели. Сначала эта истинная цель, она будет иметь сансарное звучание, то есть она будет иметь кармическое звучание. Но это только лишь промежуточный вариант, но он крайне важный, потому что сразу перешагнуть вот этой истинной цели, что я есть душа, фактически невозможно. Это очень сложно без вот этой промежуточной цели. Сначала я должен реализоваться как некоторое сансарное существо, потому что я вышел из сансары. И эта сансара, она меня втолкнула, она меня воспроизвела. И поэтому я должен понять, что меня сюда втолкнуло и создать условия для этого, а точнее, правильно сказать, использовать это уже как трамплин для чего-то более высокого. Ну вот, вот такая вот штука. Поэтому это очень важно. Здесь нам в помощь, опять-таки, повторяю, вот эти вот все вещи, то есть священные писания, опять-таки, какие-то эталоны, которые меня вдохновляют. И я хочу прямо им подражать, я хочу быть как он. И вот это чувство удовлетворенности. Конечно, есть очень много разных всяких инструментов. Есть югические практики, которые усиливают огонь. Есть астрология, которая вам позволяет очень-очень уточниться. Уточниться относительно истинной цели, относительно ложных целей. Арутха Лагана есть такое понятие. Арутха Лагана – это то, как меня видят другие люди, и они проецируют свое видение на меня. И мне кажется, что я вот так вот и должен быть таким. Я как будто смотрю на себя в искаженное зеркало. Знаете, как если поставить какой-нибудь вот этот эмодзи, значок, где с улыбающимся таким лицом, точнее, с грустным лицом, вот таким. Но в кривом зеркале окажется лицо вот такое вот. И также вот эта вот Арутха Лагана, она может исказить мое самовосприятие за счет видения других людей, вплоть даже до противоположного. Вот. И тогда я совсем собьюсь с курса. Поэтому вот астрология, она дает очень такие важные критерии, которые позволяют мне уточниться, какова же действительно моя истинная природа. То есть, какова моя истинная природа кармическая, потому что совсем истинная природа, она универсальна. Она такая вне пола, вне расы, вне всего, так сказать, она есть проявление универсума. И в этом смысле астрология очень хороша, потому что она помогает вам тоже совершить эту правильную ориентировку. Вот. И избежать различного рода вот таких ловушек, когда мы попадаемся вот в это отражение, то есть в зависимости от того, что хотят относительно нас другие люди. И уметь это отсеять. Поэтому, собственно говоря, для этой ориентации существуют стандартные приемы. Стандартные приемы – это карма, кьяна и бхакти-йога. Вот. Каждый из них предлагает свой собственный какой-то метод. Кьяна-йога, она дает возможность вам приближаться к своей истинной цели, просто убирая то, что не является вами. То есть убирать те задачи, те цели, которые совсем прямо вымучивают вас. И вы просто прямо чувствуете, что вы врете себе, что это не так. Вот, что сердце вам подсказывает, что это не то, не то, не то. И тогда вы используете вот этот метод кьяна-йоге – не то, не то, не то. И просто перестаете врать самому себе. И таким образом, отшелушивая ложные желания, постепенно само по себе истинное желание, оно высветится. Вот. Путь кармы йоги – это означает то, что вы уже как бы создаете вот эту ориентировку посредством астрологических процессов, посредством дхармы, посредством правильного, так сказать, правильного поведения и так далее. Посредством, опять-таки, ориентации на правильные авторитеты. Вот. Вы находите свою правильную деятельность через некоторую дисциплину, через некоторый обряд, через некоторые ритуалы. Это и есть карма йога. То есть, когда вы используете знания, какие-то определенные правила, принципы и так далее, для того, чтобы определиться со своими истинными целями. Это как фактически, как некоторая профориентация такая вот. И пути бхакти йоги, когда вы ориентируетесь как раз вот на это состояние счастья, на состояние счастья, удовлетворенности. И вот важный критерий бхакти – это принцип служения. И на самом деле оказывается, что когда я реализую свои цели, то служение другим оказывается очень легким и естественным. Потому что, опять-таки, внутри меня не пустота, а полнота, и тогда я не чувствую дефицита. И тогда вот это служение, оно очень хорошо реализуется. И процесс бхакти для уточнения своей истинной цели, он заключается в том, что я ориентируюсь на свое самочувствие. Потому что цель бхакти йоги – это культивация любви к Богу, это изменение своего собственного состояния, это изменение меня, это изменение себя. Если в карма йоги я меняю условия своего бытия с плохого на хорошее, то в бхакти йоги я меняю самого себя. С вот такого неудачного, несчастливого я меняю себя на удовлетворенного. Вот такая вот штука. И это особый метод, когда я ориентируюсь на вот это счастье. Еще раз повторяю, что критерий здесь очень простой. Высшее счастье, высшая удовлетворенность, когда я что-то кому-то даю. Когда я отдаю, делюсь с этим, и от этого я испытываю эту высшую радость. И бхакти, она именно таким образом настраивает меня на мою цель. Что бы я мог бы отдавать легко, отдавать легко, не требуя особо какой-то компенсации. Вот сам процесс меня, так сказать, вдохновляет, воодушевляет и так далее. То есть я вот такие вот, то есть вот такие способы. Ну и, конечно, естественно, вот опять-таки практики. Солнечная энергия, она вот дает мне вот этот свет разума, она дает мне свет любви, она дает мне способность различать, все распознавать, концентрироваться. Вот, как я говорил уже, петух на этой цели, точно на ней фокусироваться, вот, удерживать ее в своем внимании для того, чтобы правильно разобраться со всеми параллельными процессами. Вот это мне дает, так сказать, свет огня. И он в основном развивается, еще раз повторяю, через область грудной клетки, через область сердца, вот, развитие духа шень. Вот, и тогда, и тогда мне будет очень легко, так сказать, сориентироваться в этой пустоте. Тогда в этой пустоте, тогда эту самоизоляцию я воспряму как некоторое такое, даже какое-то особое благо. Вот, или так ситуация сложится, что мне все выдадут и пропуска, и так далее, я буду ездить туда, куда мне нужно. Вот, то есть это, опять-таки, ориентация, очень правильная, очень точная ориентация. И критерии, еще раз повторяю, эмоциональные критерии огня – это радость. Это радость, это чувство удовлетворенности, вот, то есть очень-очень позитивные состояния счастья. Ну вот, вот такой вот план. И вот сегодня мы делаем, собственно говоря, техники, которые, которые что? Которые помогают мне этот свет, так сказать, усилить. Вот, и тогда мне уже легче найти, легче войти вот в этот самый мотивационный луч. И попав в него, он уже дальше меня будет вести, будет вести как маяк, поддерживать меня, поднимать меня, воодушевлять меня, ускорять меня и так далее. Конечно, без тепла огня тут не обойтись, но это уже следующее занятие. Это уже касается моего огни, который дает мне, подбрасывает дрова в печку, то есть вот тот самый дерево переходит в элемент огня. Вот, и этот огонь, он прямо расщепляет и дает еще-еще энергии, и поэтому у меня есть сила, вот, у меня есть такое вот не просто вдохновение, а у меня есть энергия достигать это все. Вот достигать этого всего, и что самое главное, устранять препятствия. Устранять препятствия, вот, сжигать, так сказать, карму, которая меня тянет назад, полениться, впасть в депрессию, впасть в апатию и так далее. То есть у этого огня такие свойства. Но сегодня со светом огня мы работаем, так что спасибо, что вы слушали это все. Вот, и потом дальше мы будем детализировать разные объекты, связанные с элементом огня. Питта-доша, само непосредственно физическое сердце, вот, тот самый тонкий кишечник, когда говорят, кишка у тебя слаба, кишка тонка. Кишка тонка, это означает то, что у человека плохо работает тонкий кишечник, и у него нету силы ничего сделать, вот, и так далее. Вот, связано, опять-таки, с кубочным центром, вот, и с сердечным центром, опять-таки, здесь только такой огонь, который более такой, который светоносный огонь. Вот, ну, вот такая вот штука. Питта-доша, вот эти вот все вещи, то есть мы все это постепенно разберем, а сейчас мы вот занимаемся со светом. Вот, так чтобы у нас была очень хорошая мотивация, чтобы нам не было скучно, не было лениво, не было лениво, чтобы встав с постели, чтобы мы уже сразу глаза загорелись и так далее, вот такого рода вещи. Ну, хорошо, все, сатнам, настраиваемся на процесс, делаем, как обычно, в начале сурья наваскар, вот, обязательно. Ну, собственно говоря, вот я уже обморился, и никогда не забывайте, что если мы хотим настроить свет огня, так как это связано с солнцем, то универсальный прием – это все-таки, так сказать, вставать утром рано. Какие бы ни были бы вредные привычки, но поэтому вот у нас есть, поэтому в качестве, так сказать, примера, в качестве опыта вы можете попробовать, вот сатхана происходит по субботам, и вы можете сравнить, как у вас складывается день, когда вы встали утром до восхода солнца, и когда вы встали после восхода солнца. И просто сопоставить, вот, и в идеале, и в идеале, если мы хотим вот этот свет огня зажечь, то, конечно, естественно, лучше вставать до восхода солнца или на восходе солнца. У нас тут странная немножко зона климатическая, не климатическая, а географическая у нас здесь, так сказать, бывает так, что солнце вообще почти не заходит, вот, поэтому все, конечно, естественно, для этого у нас есть разум, вот, но тем не менее, поэтому тоже не забывайте никогда об этом очень важном критерии. Кто бы вы ни были, сова, там, голубь, я не знаю, там еще, там, верблюд, слон и так далее, просто всегда помните, если вы хотите поставить правильную цель, правильную мотивацию, а не воспроизводить прошлое, то это является универсальным рецептом, и он во всех традициях используется, во всех традициях, как говорят, кто рано встает, тому Бог подает, вот. И первое, что он им подает, это, собственно говоря, задачу, которую нужно решать, решая которую, я получаю вот это счастье. Ну все, начинаем сатнам, настраиваемся, поем мантры, вот, и дальше все делаем. Закрываем глаза. Делаем глубокий вдох, выдох, вдох, чтобы начать. Ом. Ом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Саша, а ты будешь музыку включать? Буду, конечно Тебе нужно поделиться Я помню Давайте сейчас я минуту скажу, секундочку, я приду. Продолжение следует... Так, все. Значит, так мы встаем на переднюю часть мата, на переднюю часть мата. Вот, стопы вместе, стопы вместе. Исти рук на уровне грудной клетки. Онлайн-трансляция. Всем хороша? Так, фактически как в Индии. Дом и тут же мастерская. Не надо никуда ехать. Спустился вниз, где у тебя магазинчик, какой-нибудь там, я не знаю, мастерская и так далее. Поднялся наверх, уже спальня. Ой, я еще здесь все в одном флаконе. Почти идеальный вариант. Вот, кроме того, что не умещаешься здесь. Итак, со вдохом мы поднимаем руки вверх, отрываем пятки, пальцы переплетаем вот в такой замок, отрываем пятки от пола и уводим руки как можно дальше назад, смыкая лопатки и подтягивая низ живота, чтобы поясница не гнулась, а создавать давление между лопаток и носом тянемся вперед, чтобы руки ушли дальше назад за голову. Пятки на весу, икры втянули, икроножные мышцы. Дышим, не забываем дышать. Вот, в первом прогоне, в первом прогоне мы не, мы просто сохраняем ровное дыхание. Итак, создаем давление между лопаток, балансируем положение за счет того, что пятки подняты. Сделаем вдох, с выдохом наклонимся вниз, вот, и ноги полностью выпрямлены, а кисти рук вложите в локтевые сгибы. Вот так вот. И просто повисните, чтобы ноги были прямыми. Колени, зато колени втяните, колени втяните, расслабьте шею и создайте сильное натяжение в задней поверхности ног. И снова ровно дышите, не задерживайте дыхание. Старайтесь выравнивать вдохи-выдохи. Вдох. С выдохом опускаем руки вниз, со вдохом делаем шаг правой ногой назад. И ставим правое колено на пол, вот, голову поднимаем вверх, такой глубокий выпад. И снова ровное дыхание. Растягиваем переднюю поверхность правого бедра. Нижнюю часть живота с правой стороны. Снова смыкаем лопатки, пальцы рук на полу. Вдох. С выдохом левая нога назад к правой позе планки, наклонной планки. Убрали прогиб в пояснице и сделали тело очень твердым. Сделали тело твердым, как из камня. Втянули локти, втянули колени, втянули живот. И снова стоим, дышим. И следим, чтобы в пояснице не было прогиба, чтобы не было седла в пояснице. Вдох. С выдохом опускаем на пол колени, грудную клетку и подбородок. Приветствия восемью через тяне тела. Сильное давление между лопаток и давление передней стенки живота на поясницу за счет вакуума. Ровное дыхание. Выдох. Со вдохом подаем корпус вперед и входим в бакуджангасана, в позу змеи. Вот. Локти втянули, снова лопатки сомкнули. Голову подняли вверх. И ставим все грудную клетку поднять повыше, а таз пусть провисает вниз. Здесь очень важно создавать давление между лопаток и давление чуть выше нижних задних ребер. Плечевые суставы опускаем вниз, не поднимаем их вверх, отводим их назад. Вдох. Выдох. Вдох. Еще раз вдох. С выдохом собака мордой вниз. Стопы на ширине таза, не надо разводить стопы широко. Вот. Тянули колени. Пятки тянем вниз к полу, так, чтобы икры растягивались. Ахиллы высухожилия. Вот. И давим ладонями в пол, так, чтобы руки были на одной линии с туловищем. Снова дышим ровно и втягиваем те части спины, которые скруглены. Держа ноги прямыми, делаем вдох, выдох. Со вдохом шаг правой ногой вперед, левое колено на пол. Снова глубокий выпад. Подняли голову. Вдох. С выдохом шаг левой ногой вперед к правой, стопы вместе. Писти рук на полу, по обе стороны от стоп. Живот положили на бедра. Даже если ноги будут согнуты. И пробуем распрямить ноги, не отрывая рук от пола. Не отрывая рук. Если не получается, то ноги остаются согнутыми. Если получается, выпрямили. Но вы складываетесь пополам. Делаем вдох. Выдох. Со вдохом поднимаемся вверх. Снова переплетаем большие пальцы. Снова поднимаемся. Снова прогиб в грудном отделе. Снова поясницу вытянули. Дышим нормально. Пятки на весу. Вдох. С выдохом кисти рук на уровень груди. На уровень груди. Вот. И сейчас мы один цикл сделаем так, как будем делать основные 12 циклов. Перед каждым циклом мы поем мантру. И потом делаем цикл слух на мазках. 13 циклов. Так. Кисти рук на уровне груди. Вот. Внимательно следите. Потому что теперь мы будем переходить из одной позы в другую. Соответственно, либо со вдохом, либо с выдохом. Итак. Исходное положение. Кисти рук на уровне груди. Со вдохом. Руки просто поднимаются вверх. И вы делаете прогиб назад. Пятки на полу. Пятки на полу. С выдохом наклоняемся вниз. Со вдохом. Шаг левой на бой назад. С выдохом. Поза планки. Задержка дыхания после выдоха. 8 точек. Со вдохом. Поза змеи. С выдохом. С собакой мордой вниз. Со вдохом. Шаг левой ногой вперед. С выдохом. Шаг правый вперед к левой. Задержали дыхание после выдоха. Поднялись. Соединили ладони вместе на уровне груди. Вот. Это вот здесь один цикл. Значит, теперь мы будем делать под музыку. Значит, перед каждым циклом исполняется мантра. Ом. И дальше одно из имен Сурья Нараяны. Равае, например. Намаха. И я вот эти имена буду говорить вам громко. Вот. Или вы просто послушайте их и повторите. И потом дальше мы делаем цикл Сурья Намаскар. Вот. Потом другое имя еще цикл Сурья Намаскар. Итак, 13 циклов. Сейчас проверка. Даже проверять. Что проверять? Проверять не надо. Вот. Хорошо. Вот так. Ага. Исходное положение. Стопы на ширине плеч. На ширине плеч. Так. Сурья Намаскар. Руки опущены вниз. Все. Запись пошла. Мы делаем в быстром темпе. Поэтому на 13 циклов уйдет всего 9 минут. Стопы на ширине плеч. Стопы на ширине плеч. И даже на ширине таза. Руки опущены. Ага. Поехали. Поехали. Ага. Ага. Продолжение следует... 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 Хорошо. Сейчас делаем вдох-выдох. И приступаем к ключевому комплексу. Там, собственно, две части будут. Первая часть так и называется – сердце и душа. То есть это стандартная последовательность, которая как раз активизирует энергии в области грудной клетки. Но не так, чтобы заработали легкие, а так, чтобы заработала именно область сердца. В более тонком смысле. Вот тот самый источник света, обитель духа Шейн, который дает ясность происходящего, ясность происходящего, в том числе и ясность цели. И вот этот самый мотивационный поток, мотивационный луч. Хорошо. Мы делаем три подвдоха. Потом короткая задержка и три подвыдоха через нос. Три четких подвдоха. Короткая задержка, как будто этот вдох распределился по всему телу. И потом три подвыдоха. И потом снова три подвыдоха. Задержка. Осознали все тело. Три подвыдоха. И каждому будет своя какая-то задержка, но она не должна быть длинная. Только для того, чтобы осознать все тело. Хорошо. И начинаем. Начинаем с этой пранаямы. Спина прямая. Спина прямая. Задержка дыхания. Только после вдоха. Только после вдоха. После выдоха вы сразу начинаете делать вдох, разбитый на три части. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 и последний цикл сделайте и потом после после дробного выдоха нормальное дыхание и снова все внимание на ощущениях снова вы как будто под микроскопом рассматриваете свое тело тело как, я не знаю, как вот эти вот стеклышки приборные вот, и вы в микроскоп рассматриваете все, что там происходит вдох выдох, отлично вытягиваем ноги вперед перед собой поднимаем руки на угол 60 градусов и поднимаем левую ногу вот таким образом руки 60 градусов по возможности спина прямая можно, конечно, корпус чуть-чуть отклонить но лучше старайтесь держать спину более или менее прямой вот, ну, ногу можно тоже чуть-чуть согнуть но периодически старайтесь ее выпрямлять все, вот это положение дыхание огня дыхание огня в этом положении более ничего только дыхание огня и держите позу ка-шапе-ям-маха-дюти-мь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Выпрямляем ногу и спину и руки С выдохом опускаем ногу вниз И меняем положение ног Поднимаем правую ногу Руки 65 градусов Спина Дыхание огня Продолжаем Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Внимание снова на ощущениях Внимание снова на ощущениях ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас сразу из этого положения поднимите ноги вверх до угла 90 градусов. Если у вас получается, захватите большие пальцы стоп. Если нет, захватите голени. И продолжайте делать дыхание огня в этом положении. Ноги прямые. Если не получается, возьмитесь вообще под коленями, вот так вот, за бедра. Но поднимите ноги до 90 градусов. И стопы на себя тяните. Голова на полу. Вот. И дыхание огня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, сейчас сделайте вдох, потяните сильнее стопы на себя, попробуйте втянуть колени и с выдохом подтяните бедра к животу, нос к коленям, роликом на спине качнитесь несколько раз вперед-назад и вставайте на ноги. Вставайте на ноги и не просто на ноги, а на пальцы стоп, то есть оторвите пятки от пола. Вот, то есть пятки на весу, а руки вытянуты вперед перед собой. Вот в этом положении дыхание огня и вы пробуете прикрывать глаза, но если вы не можете удерживать баланс равновесия, то тогда вы глаза приоткрываете. Итак, держим пятки на весу и дыхание огня. Руки вперед перед собой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас сделайте вдох, пятки повыше, втяните локти, с выдохом опустите пятки на пол, слегка разведите ноги и начинайте с выдохом приседать в позу ворона, со вдохом вставать. Приседание, глубокий присед, следите за прямой спиной, вдох вверх, выдох вниз, пятки на полу, пятки на полу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодцы, последний раз и сразу переходим на четвереньки, на четвереньки в позу коровы и начинаем кошачьи прогибы. Вдох вниз, выдох вверх. Двигайтесь энергично, энергично, быстро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выдох, выдох, седя со скрещенными ногами и снова наблюдая, замерли неподвижно. Замерли неподвижно. Не двигайтесь. Закройте глаза, если только не кружится голова. Вот, и в этом положении оставайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Постепенно делайте дыхание медленным и ровным. Сосредоточьтесь в области грудной клетки и снова наполняйте эту область светом. Вот такой свет больше ясности. Свет вот как раз связанный с вдохновением. С желанием достичь. С желанием достичь. С желанием изменить или измениться. Вдох, выдох. Остаемся в позе со скрещенными ногами. И мы сейчас будем руки в замок за спиной. За спиной. Вот пальцы переплетены. Вот мы будем переходить в йога-мудрасану. То есть наклоняться вниз, поднимая руки вверх. И потом обратно возвращаться вверх. И когда мы наклоняемся вниз, мы произносим мантру ОН. А когда поднимаемся вверх, СОХАН. ОН, СОХАН. ОН вниз, СОХАН вверх. Я буду делать в своем темпе. Есть возможности позвонить интернету. Тогда вы, может быть, со мной в одном темпе или в своем темпе делаете. Итак, пальцы переплетены в замок. Сядьте так, чтобы вы могли наклоняться прямо по центру. Чтобы было симметричное положение. Поэтому перекресток ног такой подберите. И начнем. ОН, СОХАН. ОН, СОХАН. ОН, СОХАН. ОН, СОХАН. ОН, СОХАН. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Последний раз. И после этого, когда вы подниметесь вверх, руки расцепите, положите их на колени. Снова прикройте глаза. И снова все внимание внутрь. И снова фокусируйтесь на области грудной клетки на полноте ощущений в области грудной клетки. Субтитры создавал DimaTorzok И снова дышите из центра груди, расширяясь во все стороны. Из центра груди грудная клетка сразу расширяется во всех направлениях. Вперед, назад, вперед, назад, вверх, вниз, вправо, влево. Из центра груди расширяйтесь во все стороны. Без страха. Без страха. И последний дыхательный цикл прямо во все стороны. Вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. Из центра груди. И достаточно. И сейчас вторая часть. Тоже позволяем подвести прану в эту область центра груди. Так, чтобы там зажечь лампаду, которая бы освещала нам уже, так сказать, путь. Такой, как такой больше индивидуальный, такой наш индивидуальный путь. Итак, большой палец соединен с мизинцем. Большой палец соединен с мизинцем. То есть будхи мудра. Тот самый разум, который необходим. Элемент огня. Он поддерживает наш разум как трансформирующую силу. Вот когда мы принимаем какое-то решение, то мы трансформируем реальность. Из нескольких вариантов выбираем один. Хорошо. Итак, мы будем двигать вот так вот руками вверх. Вдох. Выдох. Опускаем вниз. Но пола не касаемся. Пола не касаемся. Ладони направлены вниз. Вот такое маховое движение. Вот. И продолжаем так делать. Мощное дыхание используйте. И вот эту большую амплитуду до вертикального положения поднимаете руки. Вот. И потом дальше пускаете их вниз. Мощный дыхание записи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сурья Mantra Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так вот. Плотно, плотно, плотно. В области нижних ребер. Подбородок втяните. Со вдохом поворачиваемся влево, а с выдохом вправо. Вот, плотнее себя стягиваете. Вдох влево, выдох вправо. Вдох влево, выдох вправо. Вдох влево, выдох влево, выдох вправо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обнимите себя посильнее Втяните подбородок и спину И с выдохом разожмите руки И наблюдайте расширение Только теперь более легкое Вдох Выдох И сейчас переходим в Уштрасану В позу верблюда И в ней дыхание огня Итак, сначала мы встаем на колени Вот, потом дальше мы прогибаемся назад Если получается достать до пяток Вот тогда достали до пяток Вот, подав таз вперед Откинув голову назад Если нет, руки можно поставить на таз И точно так же максимально прогнуться в грудном отделе Откинуть голову назад И дыхание огня Вот, все Делайте со своей дозировкой Прогибы назад Всегда очень точно дозируйте Как фармацевт Вот, как провизор Прямо точно-точные дозировки С прогибами назад Передозировки бывают очень опасны Вот И дыхание огня Четыре минуты мы делаем Субтитры создавал DimaTorzok Вот, продолжая Если у вас шея проблемная Или кровообращение в области головы То тогда приподнимаете голову Потом снова пробуете ее запрокинуть назад И вы стараетесь дозить на пятки То есть, как будто вы отталкиваетесь руками от пяток От пяток Чтобы создать импульс В область грудной клетки В область грудной клетки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ом Рам Рим Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вдох И с выдохом садитесь сразу на пятки Сразу распрямляясь Садитесь на пятки Вот И потом опускайте лоб на пол И в позе ребенка останьтесь Руки вдоль тела В этом положении нормальное дыхание То есть, просто не контролируя дыхание останьтесь в позе ребенка Спасибо. 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 Сейчас вдох и выдох. И приподнимайтесь из этого положения. Садитесь со скрещенными ногами. Заключительное действие. Мы как раз будем наполнять область сердца этим свечением. И для этого используется такое движение. Вместе с мантрой. Мантра, которая звучала в последние несколько секунд. Сатнам, сатнам, вахи-гуру, вахи-гуру. Самая такая ключевая формула. Сатнам – это выражение без личностного начала Абсолюта. А вахи-гуру – это личностное переживание экстаза. И таким образом эта мантра передает всю полноту Абсолюта. Его сияние и его вот такой экстаз. И мы как будто наполняем область сердца, словно вычерчивая вот это сердце. Смотрите, вот здесь внизу предплечья перекрещиваются. Потом руки поднимаются вверх. И здесь такой лодочкой вот так вот соединяются кончики пальцев. И получается, как будто вы вычерчиваете сердце размером с половину тела. Вот так вот. В ритме этой мантры. То есть мы ее поем. Сатнам, сатнам, вахи-гуру, вахи-гуру. Вот. И в ритме с этой мантры мы ее и движим, двигаем вот так вот руками. И поем вслух. Поем вслух. Так что вот, продолжайте. Глаза, соответственно, тоже можно держать как вам комфортно. Можете открыть, можете закрыть. И вот чувствуйте прям, как будто вы наполняете эту область. Наполняете, наполняете ее светом. Сатна, сатна, вахи-гуру. 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 Сатна, сатна. Вахи-гуру. 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 Сатна, сатна, вахи-гуру. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok 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 Дима Торzok